всем привет youtube привет вот приехал ко мне ванечка вот машинка это уже третий опель у нас такого злива был черный потом белый теперь опять черный и вот машинка интересная все они вроде опели все одинаковые вот а тем не менее они разнятся вот вроде казалось бы на одном опеле здесь так сказать металл был вот здесь доступ был спереди на белом а на этом этого нету двойной металл вот так интересный у нас капот там вот в этом вот в этой области была куча перстей которые заходили вот аж до сюда а здесь вот так вот небольшие такие промежуточки и опоры как бы не особо понятно как тут до лазить заготовок на крючке он у меня много если чего-нибудь сочиним с огнем перегнем чтоб долезть вот ну а если не будет хватать совсем есть у нас сверла наделаем дирочек и будем работать вот такой вот интересный капот предстоит с ним поработать вот ну что потихоньку начнем ну что же приступаем потихоньку хоть машинка и чисто раскрепил его в трех плоскостях вот все таки слегка освежить машина все равно ездила пол ты где-то песчинки мусоринки могли попасть на гаражного хранения ухоженная но тем не если попадет под пробойничек вот под такой песчинка попаду она начинает следить по лаку поэтому мы не морочим себе слегка замываем вытираем слегка я полирну вторым номером пройдусь и потом можно работать естественно потом мою спиртом дабы если надо клеем клеится то не было проблем обезжирена по-любому и вперед вот такое небольшое предисловие что же я помыл вот он манзерна любимая нравится мне эта пасточка это я написал второй номер потому что раньше здесь был первый и указал вот абразивность по-своему потому что вот с такого маленького флакона удобнее чем с литровым носить ну что вот все тоже и все те же чуть-чуть надо освежить капот на нем такой вот муарчик не можно не могу я передать но что-то как все равно вот что-то как потек какой то есть небольшой вот хотя машинка блестит конечно я еще раз скажу машина ухоженная хранится в гараже чистится блестится все как положено все равно покрытие уже не новенькая не менее видно что машина ухоженная но мне сейчас надо просто напросто взять чуть-чуть освежить потом работать ну естественно потом замыть спиртюганом такими салтками вытереть и тогда будет нормально вот такое безобразие получается на единички для начала вот намерно проходим весь капот чтобы если где какие-то маленькие загрязнения они под удалились потому что мне с ним работать и чем он будет чище тем будет лучше вот таким баром ничего тут сложного нету вот таким баром ничего тут сложного нету как мы видим вот это вот то ли от химии которая моется вот такой вот как бы он налетик есть вот и вот 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 поэтому я и полирую чтобы вот эту химию чуть-чуть вот скажем подснять хотя бы чуть-чуть потому что она такая вот как бы мажется мажется не очень приятно ну ладно хорош снимать надо работать но чуть-чуть подошел но все равно я бы сказал что все равно вот так грязнится кошлатится но я не буду сейчас допустим абразивно там снимать одну хотя бы сотку там или полторы допустим можно сейчас взять и на мокренькую пройти капот трезаком под машинку водить рупистом на втором этой скорости и трезаком пройти двухтысячным потом трехтысячным вот я думаю под убралась бы ну в принципе сейчас я вот как его стало получше почище и в принципе достаточно если будет не обход я конечно возьму и пройдусь ее вот ну по опыту смотрю же более-менее нормально стало вот все видно вот ушел вот такой знаете как как туман такой легкий от крапушки такие по-любому это как бы поставок вот ну и все сейчас дочищаем моем спиртом и огонь вот замыли полирнули теперь вот этому не надо верить просто брызгалка меня устроила здесь у нас спиртик почему потому что как я уже показывал тут капотик такой не особо подпу по моему будет удобно где-то придется работать и клеем но я сразу его мою спиртиком запах пошел хороший вот слегка он прореагирует вот что надо тут обезжирить вот и вытираем салафетки есть у нас и вперед из песни на борьбу с каме и с канавками вот как мы видим тряпочка немножечко так посерела может и не передает здесь но немножко такая налетик на тряпке получился то есть спиртик свое дело сделал вот что-то под убрал ну вот такое у нас получается насколько я сделал чтобы он был чистенький капотик вот теперь будем делать почему я это все делаю еще раз повторюсь здесь особо прямого доступа понимание как вот на стандартных капотах бывает его нету поэтому придется работать вот такими вот всякими хитрыми крючочками вот возможно вот ими и опять же сверлочки на какие помощь будем засверливаться а что делать ну или клеем опять же ну клеем не все и не всегда удается сделать поэтому как бы уже готовимся к тому что применять вполне возможно надо будет весь так сказать арсенал возможностей вот сейчас посмотрим толщину лакокрасочного покрытия приборчик умный показывает ну двенадцать ну ноль одиннадцать ой ну в принципе получается что что с виду не похоже что деталь красилась почему потому что как говорится опыт есть по отдельным моментам по отдельным штрихам как бы видно вот вот когда красится все равно как-то не красть завод есть завод хотя как бы вот такие артефактики это может быть какая-то хим вот уилла или какой-то силикон вот ну в принципе видим везде равномерно покрашена вот а когда красишь пистолетом как ни старайся но толщина может быть как бы побольше и потом народ пробует берут там шагреньку срезают вот утончают и опять же меряют прибором там 0,11 а там 0,10 и вот слегка подполировывают ну это когда очень нам надо ладно пора уже приступать потихоньку опять же пойду по пути наименьшего сопротивления что будет в доступе в легком я сначала это делаю а потом уже будет то что у нас как бы в сложном доступе скажем то есть делаем что проще а потом разбираемся с тем уже что не проще делать вот вмятины считать мы не будем их тут больше десяти а я считать умею только до пяти вот кто мои видео смотрит это все знают что самое главное их сделать а не посчитать ну все вперед из песни пистолет входит в режим ну что вот он подвесик вот два крючочка один поострее один по тупее где-то они пятьдесят там или по пятьдесят пять сантиметров я не знаю сейчас но ребята они все рисуются что и как я хотя бы так да полуметровые они по пятьдесят сантиметров крючочки вот кое-где получается что в свободном доступе есть такие окошки но случайно так попало что вмятинки у нас вот такие вот можно увеличить вот ну что вот спирт для остатков клея полфетка пробойники лифтер вот собственно и все крючочки вот такие вот хитрые которыми можно подлезть залезть с изгибом вот и один такой крючок который на все случаи жизни я его перегибаю постоянно надо вот столько залезть согнул здесь надо столько вот согнул здесь столько надо согнул здесь вот как видно чтобы вот ты заходишь там сколько надо и ковыряешь ну вот куча тут всяких крючок маленьких больших с таким с таким окончанием с таким даже смех смехом вот это обыкновенная мотоциклетная спина одновременно по совместительству работает крючком неплохо работает я вам скажу работает и боком вот этими гранями на скручивание и так вот на подъем работает в общем все что можно применить для ремонта я стараюсь применять вот смотришь сейчас как бы ничего не видно они вот они вмятины сейчас почему-то кажется как будто на кого ничего нет а когда днем машина заезжала так все видно прям было ну вот они они никуда подевались эти вмятинки они просто как бы капотик чистенький и темное помещение темнота и свет как бы не явно выражены хотя вот как мы видим все это предстоит ну ладно пистолет уже в режим вошел пора клеится покажу еще раз как работают эти крючочки вот как мы видим заходит допустим вот здесь у нас вмятина вот и берешь ее на скручивание делаешь в принципе вот в эти отверстия очень даже хорошо он заходит аж если где-то конечно что-то мне не хватит ну тогда будем думать дальше а пока что буду брать и делать все подряд можно сделать вот из такого доступа вот такие вот дела так что держитесь мятинки чтобы мы откинули вкусно не казалось вот очередной где у нас получается вот тут какой-то рубец непонятная и дальше вмятина вот видно ну и ближе сюда вмятинки есть вообщем скучать не придется где-то клеем делается это крючочком вот но здесь придется острым чем-то пробел потому что рубец такой острый здесь и пробойник должен соответственно быть очень тоненьким чтобы красиво забить вот он мой волшебный крючочек вот так я его вот подвывернул вот вот такой он полился и ничего сработ вот мы можем посмотреть здесь вмятина здесь здесь вмятина была вот я к чему к тому что вот люди как бы просят показывая раскрыть а выводы мы сделаем сами вот этот бугорочек к сожалению он очень острый я пока что его отставил вот шешмарик такой я снимал перед этим я его попытался забивать он что-то не хочет типа посмотрим чуть позже как говорится я к нему вернусь продолжаем дальше вот 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 что у нас есть вот такая вот и я потихоньку помаленьку опять же говорю работаю пока где есть доступ а дальше будет видно здесь пока что там есть пару отверстий вот я пальцами даже вожу это вмятина вот это у нас дальние можно сказать не можно открытом доступе так что ее делать будет просто удовольствие очередной этап работы дефектовочка вот смотрим что где так что где не так вот мятинка видна вот а здесь вот пожалуйста уже кроме вот этих вот трех вот еще они остальное все уже прям таки приятно смотрится радует и глаз и объект так так дело тут не так прям быстро как быть хотелось бы но тем не менее как говорится спешить мы не будем вот так вот сказать я со своими зрителями делаю вот всем все видно надеюсь поэтому будем торопиться чтобы потом не переделывать не дай бог не перекрывать ну и и и вот тоже в другой проекции вот мятины хорошо заметны когда они деланы так же как вот здесь вот все отлично лампочки видно вот ну что можно теперь и небольшой перерывчик сделать продолжение ей работы смотрим что у нас осталось на краю элемента вот этот заводской вот он бликует 1 2 3 4 5 6 ну и вот это 8 целый отряд вмятин кое-какие конечно раз я их вижу я и буду делать вот тоже вмятинка да ее еще снять надо уметь так ну что включим тогда вот так так факир был пьян называется вот теперь будет все вот все вещи теперь видно то есть надо было включить вот эту вот такой свет сейчас попробуем вот сделать вот как тоже видно собственно а если так я просто потому что вот как как лучше видно на на видео так глазом то я вижу вот а на видео иногда же говоришь надо есть не показать что то а видео а видео видит а видео не фиксируем ну вот я потом посмотрю что лучше либо вот такой вот вариант теплые с холодными что лучше что как говорится хорошо передает видно вот на переходе одного на другое тогда все это видно ладно чуть я увлекся начал делать вот этот край элемента вот 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 тоже самое только уже без ямок вот здесь еще чуть-чуть блик есть вот один да ну надо его поправить до сюда вот она маленькая бликует этот кусочек свобод от повреждений чуть-чуть здесь два тыч надо два раза ткнуть острым плечочком я делал просто вот в этом поле зрения теперь в этом чуть-чуть надо доделать ну это мелочи жизни вот уже как бы до сюда попот сделан на одну там не знаю какую шестую часть может быть или пятую тоже участочек вот он из извините а почистился потому что здесь снизу есть так сказать остались только три вот они вот здесь и вот они ближе к краю тут чуть-чуть еще неровности то есть двигается вперед особо снимать как говорится фильма не буду и так уже длинно получится как бы процесс идет уже ближе к середине по моему без лампы видно все уже ровно линия идет и не прерывается все детки там разводик и есть то это ерунда идем идем и вот доходим уперлись вот какая красивая красивая мятина вот ее мы сейчас и будем делать вот вот так она находится у нас вот где но делать мы ее будем вот так китайской отверткой 94 выпуска это китайская отвертка по которой можно бить молоточком вот и будем мы вот через здесь вот так заходим и вот так будем делать а там будет транса ну вот блин Клинтон чтобы работать и снимать еще не хватает одной руки и одной углы вот а рядом здесь ножа выдавливается металл а рядом прям аж тянет вот она яма какая бликует проваливается рядом то есть все тут яма связана не просто так не вот 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 это место вот это улица вот этот дом да вот это девушка я влюблен вот вот такая вот у нас тут резко ржаза не наводится вот тут еще видно где-то бугорчик вождение у него ямка вот надо делать ну уже как бы это все похоже на небольшую очень очень небольшую шишечку больше похоже на большую вмятину ну что тоже я надеюсь тут маленькие ряды остались я их еще не доделал и в принципе половина капота осталось раз два три четыре штук 10 вмятин не очень больших надо будет сделать вот а в принципе можно сказать почти половину сделал ну таких с десяточек вот небольших быкуют бликуют ну в принципе практически пол капота можно сказать сделано я думаю это неплохой результат видно это неплохо смотрится ну что сейчас как опять же пока что на грубую я сделаю потом буду подчищать острыми крючочками еще подбивать пробивать до 5 ну ну эта часть конечно тут у нас еще прилично этих вмятин сейчас их как бы видно неплохо да вот я поймал как говорится фокус и хорошо видно стало а то смотри люди на капоте и вмятин нету они на самом деле есть ну вот на сегодня короче хватит потому что уже 20 минут 8 пока дойду пока то все уже вечерело смеркалось и здесь я помню не в это то что у это вы 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 Продолжение следует...